С вами очень рабочая тема, которая называется «Маркетинг-план компании именно для нашей страны, для Республики Беларусь», потому что так уж сложилось, что из всех стран, с которыми мы сотрудничаем по СНГ, у Республики Беларусь остался немножечко другой маркетинг-план, нежели по другим странам. И поэтому нам всегда нужно, после того, как мы показываем маркетинги других спикеров из России, из Украины, и нашим новичкам постоянно делать оговорочку, что вот у них так-то, а у нас так-то. И поэтому мы решили, что будем проводить маркетинг именно для нашей страны. И я так думаю, что это будет полезно для всех нас, присутствующих в этой комнате. Поэтому начинаем. Кто меня не знает, я Зеленская Анна, старший менеджер компании, в открытой квалификации директор. Итак, приступим. Первый мой слайдик. Цель нашего бизнеса. Ни для кого не секрет, что с Арифлейм у нас именно бизнес, и поэтому мы преследуем какую-то определенную цель. И, естественно, это получение дохода. Наш доход, он не просто стабильный. Мы преследуем такую цель, чтобы наш доход был стабильно растущим. И это вполне осуществимо, потому что именно маркетинг-план нашей компании это и предусматривает. Что еще мы желаем получить в результате нашей работы, в результате успешного бизнеса? Это создание пассивного дохода. С чем мы можем сравнить наш пассивный доход? Это, например, сдача в аренду квартиры. Одна выращенная директорская веточка действительно дает такой доход, как доход от сдачи в наем квартиры. Примерно 2-2,5 миллиона. На этом слайде как раз таки и показана вся суть нашего бизнеса. Принцип создания многомиллионных товарооборотов. Потому что в нашей компании выплачиваются доходы, выплачиваются деньги не с привода людей, не с регистрации людей, а именно с созданного товарооборота. И прежде чем я сейчас начну вам рассказывать про суть бизнеса, про этот слайд, я хочу задать вам вопрос. И сразу оговорюсь, что мы сегодня будем работать, поэтому у кого нет рядышком с собой ручки, блокнота, бумажки, я советую взять, положить, потому что они вам еще пригодятся. И я вас хочу спросить сейчас, на какую сумму, не важно в Арифлейм, не в Арифлейм, да, то есть сейчас кто уже у нас такие гиганты бизнеса, кто у нас уже давно в бизнесе на вебинаре, все равно вспомните себя до Арифлейм, например. На какую сумму вы покупали для себя средства личной гигиены, такие как паста, шампунь, сходи, Саша за ручкой, да. Те же крем для рук, например, да, зубная щетка, расческа, та же самая, тушь, помада. В общем, вспомните себя и напишите мне вот ту сумму, на которую вот вы тратитесь. Может быть, сейчас, может быть, вы вспомните ту сумму до регистрации в компании, какую вы затрачивали ежемесячно, то есть вот получили зарплату, держите в руках эти деньги и откладываете. Вот это на коммунальные будет запись, я веду запись, и Света Боровка тоже ведет запись. Ну, девчонки, вспоминайте, кто-то напишет одну сумму, кто-то напишет другую сумму. Я хочу посмотреть вот наши, как это, соотечественники, да, на какую сумму тратились, вот именно вот на эти принадлежности. Потому что я помню, когда у меня муж, я тогда была тоже в декрете еще до регистрации, до секрета, до первого я уже не помню, вот я помню тот момент, что муж приносил деньги, и я знала, что вот мне нужно отложить на коммунальные, мне нужно отложить на еду, мне нужно отложить там еще на что-то. И всегда я 250-300 тысяч откладывала, потому что знала, что я пойду в магазин и буду покупать на всю семью. Мы очень экономили, вот поэтому у нас было вот так вот от 250 тысяч. И мужу надо было купить, и душ-гели ему помыться надо было, и дезодорант ему нужен был, и там крем для ног ему нужен был, там специально такой, чтобы ноги пахли поприятнее. Вот, ну, в общем, вот мы смотрим, да, то есть у кого-то 300, у кого-то 800, у кого-то 500, у кого-то 400, да. Ну, давайте средний возьмем, где-то примерно 450 тысяч. Плюс еще, да, откладывали на подарки для родных, сейчас мы с вами и подарки для родных знаем, где купить. Все мои родные уже давно не удивляются, что они получают от меня в подарки Арифлейн. Да, меньше 500 не получается, да, ну, давайте вот 500 действительно возьмем. А теперь вот представьте, теперь вернемся к нашему слайду. Девушка зарегистрировалась в компанию Арифлейн и начала покупать для себя на те же 500 тысяч, да, то есть раньше она ходила в Милу, ну, раньше она ходила в Остров Чистоты, там куда-то еще, неважно, вот, а сейчас она зарегистрировалась в Арифлейн, приняла для себя решение поменять магазин и стала на те же 500 тысяч покупать для себя в компании. Что дальше делает она? Она нашла трех человек, всего лишь трех, и сказала, давайте тоже покупайте. Они тоже стали покупать. После этого что она сделала? Она этих трех человек, не просто, она им посоветовала, не покупая, да, после этого она научила их точно так же найти каждые по три человека. И сказала, вот, я вас научила, сделайте то же самое, что сделала я, когда я вас нашла, и вы тоже найдете по три человека и предложите им покупать в компании Арифлейн. Они сделали то же самое, каждая нашла по три человечка, предложили покупать. А потом они тоже продолжили бизнес и научили, то есть они не только покупают, да, но и научили их приглашать новых людей. И таким вот образом я вам скажу, что на этом слайде у нас сейчас 40 человечков, 40 прекрасных девушек, которые покупают в компании Арифлейн. И вот у кого калькулятор под рукой, быстренько щелкните, да, на 500 тысяч умножьте. 40 человек умножить на 500 тысяч. Кто-нибудь нам выдайте в чат сумму, на какую сумму получился товарооборот. Вот. Сделано всего лишь что? Найдено 3 человека и обучено 3 человека. Больше ничего не сделано. Ну и вот, смотрите, на 20 миллионов белорусских рублей организован товарооборот. Вы понимаете, какой, ну, как и написано, да, принцип создания многомиллионных товарооборотов. А сделано всего лишь две вещи – приглашенные люди и обученные люди. Вот и все. И каждый сам для себя моется. А теперь только представим, что все они зарегистрировались, но никто для себя ничего не покупает. Многомиллионный товарооборот создастся, если просто каждый будет смотреть, что, знаете, такой таракан, я начну покупать для себя, когда я увижу, что подо мной люди покупают для себя. Если человек, если новичок так думает, можно 100% дать ему, что все его новички будут думать точно так же, потому что работает принцип дублицирования. И если никто ничего не купит, естественно, товарооборот будет нулевой, да. Вот. И, соответственно, никто с этого товарооборота не получит никаких денег. В чем еще примечательность? Вот самая большая эта девушка, самая первая, которая начала вот всю эту ветку, да. Все девушки, которые вот пришли после нее, весь этот товарооборот суммируется ей. Но вот эти, каждая из ее трех приведенных, да, будет перепись, они точно так же начали свои группки. Вот посмотрите, даже вот визуально оно видно, что у каждого, то есть каждая становится во главе своей организации. То есть это не то, что, как многие говорят, пирамида, да, что зарабатывает тот, кто вверху. Потому что у нас становится вверху каждый, кто только что зарегистрировался. То есть ты только что зарегистрировался, ты начинаешь строить свою организацию, и ты будешь наверху, и ты будешь зарабатывать. Поэтому у нас зарабатывает не тот, кто пришел раньше, А тот, кто больше работает. Если у нас в чате есть новички, то я надеюсь, этот момент мы с вами выясним. А, кстати, ребята, новички у нас есть. Поставьте буковку «Н», если вы еще считаете себя новичком. Я продолжу дальше. Новичков у нас нет, я так понимаю. Сегодня у нас вебинар для ключевых партнеров. Три основных действия, от которых зависит доход. Пользоваться продукцией компании. То есть мы поняли, если никто не будет пользоваться продукцией, то не будет просто общего товарооборота, и никто не заработает. Обучаться самому и обучать команду. Опять тот момент, когда я говорила, что девушка не просто пригласила пользоваться своих, знакомых или незнакомых, она обучила их повторять свои действия. А после этого она обучила их работать со своими людьми. Но для того, чтобы обучить других, нужно что сделать? Обучиться самому. То есть это просто точно такой же обязательный пункт, как и пользоваться продукцией. Ну и последнее, это применить на практике приобретенные знания во время обучения, да, и начать приглашать людей присоединиться к нашему бизнесу. Вот и все, что, собственно, мы и делаем в компании Reflame. И из чего получаются такие великолепные, огромные чеки. А рост товарооборота у нас зависит от двух действий. Первое действие – это личные заказы, личный товарооборот. Его еще называют ЛТО очень часто, кто еще из новичков его не знает или не задумывался. Личный товарооборот. И рекрутирование – это приглашение новых партнеров. Вот именно здесь я бы хотела сейчас оговорить такой очень важный момент, как личный товарооборот. То есть мы с вами уже поговорили о том, что мы меняем магазин, к которому мы привыкли раньше, на магазин в компании Reflame. И у нас звучали такие суммы, как 500 тысяч, да, то есть ничего не меняется в нашей жизни, да, то есть меняется просто одна продукция на другую продукцию. Вот, но все мы знаем, что в компании Reflame есть такая вот сумма, да, 150 баллов. И очень многие новички, когда они приходят в компанию, когда они где-то что-то услышали, да, даже не новички, очень часто даже кандидаты, да, начинают говорить, у вас там нужно закупаться на непонятные 150 баллов, это очень много. Вот если честно, да, то в компании Reflame никто никого, ничему обязательнее заставить не может, потому что это будет нарушение устава компании Reflame. Мы здесь все свободные люди, и у нас нету такого обязательства, да, как делать какие-то обязательные баллы. Все дело в целесообразности. То есть если вы регистрируетесь в компанию, то компания сразу же начинает вам предлагать подарки. То есть если вы на каждую сумму своего заказа, вы можете выбрать какие-то определенные подарки. То есть при регистрации и делании заказа у 10 баллов вы получаете бесплатную регистрацию. То есть это уже хорошо, вы не платите за дисконт, да. При заказе, допустим, на 50 баллов вы начинаете участвовать в акции. Сейчас идет акция, это тоже очень приятно. Заказал себе и своим родным то, что обычно они покупают, плюс получил очень большую скидку, приятную на выбранный продукт. При заказе от 100 баллов это вообще супер, да. Вы вступаете в стартовую программу и получаете не просто подарочки, да, а действительно качественный продукт, который, ну, о чем говорить, если уже wellness практически за даром отдают, правильно? При заказе от 150 баллов, как мы уже говорили, вам начисляют доход. Но опять же, если вы хотите получать доход, делайте 150 баллов. Не хотите получать доход, не делайте 150 баллов. Заставлять вас никто не будет. Вы сами решаете, хотите, ради бога, не хотите, ход до 22% дорастите, и тогда уже делайте свои 150 баллов. Еще один такой момент. Когда вы делаете 150 баллов, то вы легко можете и новичку, и партнеру своему точно так же предложить сделать 150 баллов, и вы можете рассказать своей команде, как вы это делаете, да. То есть не где-то что-то там вспомнить или предложить, да, а именно рассказать, как это делаете вы, и у вас это будет идти легко. То есть когда вы будете созваниваться или переписываться, это не будет вызывать у вас какого-то психологического дискомфорта, когда вы будете рассказывать. Потому что очень часто новичок, который не делает 150 баллов, или партнер, который не делает 150 баллов, и начинает новичку, который ему задал вопрос, слушай, а мне правда надо 150 баллов делать? Так вот этот партнер, он начинает чувствовать себя очень сжато, он начинает чувствовать себя каким-то виноватым, что вот блин, я же привел сюда человека, а ему 150 баллов надо делать, это же нереально, да, то есть я-то сам делать не могу, это мне нереально, и ему нереально. И вот как это вот ему-то рассказать, так как 150 баллов-то сделать? Это же вот я, получается, его сейчас обмануть должен, что вот это же вложение ему нужно будет сделать. И вот человек начинает себя чувствовать настолько вот неуютно, и он не может своему партнеру объяснить, как сделать этот заказ на 150 баллов. Вот, либо этот новичок такой, знаете, наглый, да, то есть он может объяснить, да, сказать там, иди и делай. Но, опять же, все в равновесие придет, и его новички все равно не будут этого делать, потому что, ну, новички дублицируют, они же видят, и как человек в чатах выставляет свои заказы, и как он себя позиционирует, поэтому научитесь делать сами, и ваша структура, ваша команда без проблем тоже будет делать. А если вся команда делает по 150 баллов, то товарооборот растет, ну, бешеными, да, темпами. И приступим дальше. Так, с чего мы начнем? Новичков группу мы регистрируем цепочкой. Это придумала наша Аня Черна, да, то есть методом проб и ошибок еще 7 лет назад, когда она только начинала работать в интернете, она пришла к выводу, что работая в интернете, необходимо строить группы вот именно так, друг по другам. То есть, когда мы регистрируем следующего новичка, мы его регистрируем не из своего кабинета, а из кабинета последнего зарегистрированного новичка, ну, или вводим номер спонсора этого последнего новичка. Для чего это сделано? Для того, чтобы все покупки людей, которые пришли ниже, они же все складываются в общую группу самого вышестоящего человека. Так вот, для того, чтобы этот товарооборот рос быстро, мы таким образом и регистрируем. Потому что мы, во-первых, имеем возможность, в интернете у нас регистрации ежедневно, а во-вторых, мы регистрируем в основном людей, незнакомых по холодному рынку. И когда человек, вот представьте себя, да, на месте новичка, он неизвестно, к кому зарегистрировался, да, то есть вчера он еще вас не знал, сегодня он уже к вам зарегистрировался. Вот тут еще какой-то заказ, ну ладно, заказ сделаю. И человек присматривается. И вот в тот момент, пока вот он присматривается к вам, присматривается к проекту, присматривается вообще к системе, да, под него уже начинают попадать люди. Раз человек, два человека, уже люди заказы делают. И это людей как раз таки и подтягивает, и помогает им, да. Именно поэтому, когда мы работаем в интернете, особенно по холодному рынку, вот такая вот система построения структур наиболее выгодная, наиболее целесообразная. Это ромашка, да, то есть выглядит она по-другому, когда один человек регистрирует под себя каждого новичка, которого он находит и проводит регистрацию. Таким образом, ни один из этих новичков, сколько бы он ни присматривался к проекту, никогда не увидит, что под ним начинает расти структура, пока он сам не начнет работать и развивать под собой структуру. Люди, которые пришли, вас еще не знают, но единицы начнут развивать что-то в интернете, только самые замотивированные. Именно поэтому при работе в интернет такой способ построения команды малоэффективен. О том, как регистрировать, это все вопросы к спонсору, все вопросы в ваш чат, потому что это тема отдельного вебинара, просто сейчас раскладана схема, да, построения организации. Вот, ну и мы с вами приступаем сейчас непосредственно к маркетинг-плану. Так, новичков у нас нету, да, сегодня. Очень хорошо, все знают вот эту вот сетку процентов, да, именно для нашей страны. Отличие от России, Украины и других стран у нас в том, что 3%, чтобы выйти на 3%, необходимо 200 групповых баллов. Для того, чтобы выйти в Россию, например, потребуется 150, чуть-чуть поменьше. Вот, скажите мне, пожалуйста, посчитайте все баллы и скажите у Елены, у самой высшей, высшего консультанта, сколько у нее баллов сейчас в структуре. Работать сегодня мы будем с вами вместе, не я одна сегодня буду работать. Так, 200, да, 200, 235, 245, 248 баллов, все правильно. Кто-то там, Оля, да, аж самой смешно стал, округлила. Оля решила округлить, чего уже тут мелочиться, действительно. 248 баллов. Сколько, на каком уровне Елена, да, у нас, если у нее 248 баллов? Она еще не вышла на 6%, ей не хватает до 6, да, но она вышла на 3, потому что у нее 248 баллов, все верно. Вот так вот, у нас считается уровень, то есть, капелька не хватает, складываются все баллы по группе, и самая итоговая цифра, да, получается у верхнего консультанта, да. Вот, и мы смотрим, какому процентному уровню соответствует сумма этих баллов. Так, хорошо, здесь вы справились, молодцы. Так, следующий вопрос. В компании есть такое понятие, как отрыв. Понятие это сложное, особенно для новичка, который совсем недавно зарегистрировался, и мы попробуем его с вами сейчас как бы объяснить. Значит, давайте еще раз посчитаем, сколько баллов у Елены, самого высшего консультанта. Вот, скажите мне, сколько у нее баллов? Нет, у нее уже не 248, я уже перелеснула слайд. Ой, да. Складываем все баллы. Да, 398. Причем, обращаю ваше внимание и внимание новичков, кто будет эту запись смотреть, баллы Елены, 150 баллов у Елены сделаны, они точно так же, мы их посчитали, и они вошли в эту сумму 398 баллов, потому что свои личные баллы, они точно так же входят в групповой оборот. И бывают такие ситуации, когда выйти на уровень не хватает, вот на следующий уровень, буквально чуть-чуть, там бывает даже и двух баллов не хватает, и ты не выходишь на другой уровень. Но стоит только доделать их своими личными баллами, вот этот маленький кусочек, и ты выходишь на следующий уровень. Причем, что самое интересное, посмотрите, Елена сделала 150 баллов, значит, ей положена зарплата, правильно? Потому что она вышла на 3%, она решила, что она с самого начала будет делать личный товарооборот, необходимый для начисления зарплаты. И она его сделала, но что мы здесь еще видим? Получит, но не так много. Смотрите, в этой структуре, в этой же команде есть еще один человек, кто тоже вышел на 3% и тоже будет получать зарплату. Кто это? Напишите мне, кто у нас еще будет получать зарплату. Катя, правильно, Катя. Так, сколько у Кати баллов в структуре? В структуре. Не только у Кати, а в структуре. Да, у Кати в структуре 213 баллов. Вот она и получает зарплату с этих 213 баллов. Она получает 3% от этой суммы. Причем 1 балл у нас стоит примерно 10 тысяч или 1 белорусский новый рубль. Вот, то есть у нее 213 тысяч товарооборот, если в рублях его считать. И она получает 3% от 213 тысяч. Вот такая вот у нее зарплата. Елена же должна получить... Да, ее зарплата, наверное, 63 900. Не 6 390, а 63 900. Потому что, ну, 6 тысяч, это уже как-то совсем такого не может быть. Елена же должна получить разницу между собой и Катей. То есть она должна получить разницу 3%, а даже не между собой и Катей, а между собой и Ольгой. Да, то есть она дает 3% вниз, а остальное остается ей. И поэтому она получает 3% только со своего заказа. Она не получает деньги с той структуры, с которой уже получили люди до нее. Да, 63 900, ребят. Понятно, да? То есть Елена не получает зарплату с той структуры, с которой уже получают зарплату другие, да? Кто точно на таком же проценте. То есть если бы и Ольга сделала 150 баллов, она бы тоже претендовала на зарплату. Но не может, потому что Катя тоже претендует на зарплату. И вот Катя получает эту зарплату, потому что под ней уже на зарплату никто не претендует. Наверное, так я более понятно объяснила, да? То есть если под тобой на зарплату уже больше никто не претендует, ты ее получаешь. У тебя есть отрыв. Ну, а если под тобой еще есть люди, которые на точно таком же проценте, то ты эту зарплату получить не можешь. Поэтому Лена... Ну, у Лены есть свои баллы, да, которых внизу нету, да? У нее есть своих 150 баллов. Поэтому Лена все равно получит деньги, хоть какие-то, да? Она получит 3% от 150 тысяч, да? От полутора миллиона, да? Если умножить на 10 тысяч, то это полтора миллиона. То есть она получит 3% от полутора миллиона. Ей вернется на счет вот 3% от ее заказа. Но что Лена может сделать? То есть в ее руках есть возможность повысить свой процент, да? То есть если на 3% под ней уже люди претендуют, то ей ничего не остается другого, кроме как выйти на 6%. На 6% ведь под ней никто не претендует, правильно? То есть ей нужно сделать 6%. А как ей это сделать? При помощи этих же самых людей, но ведь если эти люди тоже начнут больше заказывать или больше приглашать, они тоже выйдут на 6% и тоже будут под ней претендовать на зарплату 6%. Как же ей? Да, она может сделать свой личный товарооборот. Ну хорошо, она сделает еще. Да, она может сделать там еще немножечко баллов и выйти на 6%. Может. Но есть еще другой вариант, да? Начать вторую ветку. Теперь давайте посмотрим, что у нас творится с Еленой дальше. Елена послушалась вас и действительно начала вторую ветку. Вот в этой ветке у нее так и осталось тот же самый товарооборот, как и был на предыдущем слайде. Те же 3%. Спасибо, ребята. Вы помогли Елене. Вот. Но она пошла и пригласила еще трех человек. Кто-то там сделал на 25, Ирина. Светлана на 150 баллов сделала. Даже вот Дмитрий пришел в команду, тоже на 50 баллов сделал. И вот эта вторая веточка, вы поглядите внимательно, добавила нашей Елене еще 225 баллов. У нее было на прошлом слайде сколько? 300. Это 98, да? Сейчас скажу. Да, у нее было 398. Она немножечко поработала, пригласила еще трех человек. Они ей еще 225 баллов добавили. И у нее всего получилось 623 баллов вместе с ее 150. И она вышла на 6%. И что дальше получается? Вот в ней один человек претендует на заплату 3%. У нее в другой ветке тоже люди претендуют на заплату в 3%. А она на 6%. Поэтому она получает разницу между первой веткой и второй. То есть она отдает 3% в первую веточку и оставляет себе 3% за первую веточку. 6 минус 3 равно 3. И точно так же она отдает 3% во вторую веточку и себе оставляет тоже 3%. То есть 6 минус 3 равно 3. Мы всегда получаем разницу между своим процентом и процентом веток. Потому что они тоже должны получить свои зарплаты. Здесь у нас все понятно. Для чего нам нужна вторая цепочка? Для того, чтобы оторваться и выйти на процентный уровень повыше, чем все люди, которые находятся внизу вас. Так, переключаем слайд. Чем меньше получаешь процент, тем больше это в деньгах. Так как на этом уровне товарооборот больше. Все верно. Так, как мы смотрим нашу структуру? Потому что на слайде у нас, естественно, ой, то есть на сайте Reflame у нас, естественно, не будут рисоваться никакие фотографии, никакие человечки. Там все более прозаично. Там чисто цифры, фамилии и другие данные. То есть мы заходим на сайт Reflame, выбираем вкладочку «Мой бизнес». Когда он открывается, выбираем «Управление структурой». И в открывшейся «Управление структуры» выбираем «Ваша структура». И сайт предоставит вам отчет «Ваша структура». Вот он так будет выглядеть. Номер консультанта. Я замазала, потому что, ребята, личные данные, может, будут неприятны человеку. Будет стоять имя, будет стоять его электронка, телефон, мобильный телефон, баллы личные, сумма, на которую был личный заказ оформлен. Там еще чуть дальше, если вы проведете бегуночек, будут и баллы групповые. То есть ваш отчет, ваша структура будет выглядеть именно так. О том, как с ним работать, если вы еще сами ни разу его не видели, если вы еще совсем новичок, то спонсор вам поможет разобраться во всех этих тонкостях. Тоже сейчас на этом не останавливаемся. Ну и теперь я предлагаю нам с вами на примере одного реального человека, которого я назвала «Лидер», просчитать доходы от начала и до конца. То есть сколько мы будем получать. На слайде видно и то, как это выглядит у нас на сайте Reflame, и схематичное изображение структуры этого лидера. Сразу скажу, что вот в этих квадратиках, где написано 0% сейчас, вот эти вот желтые квадратики, сразу представьте, что это такой магазин, в котором люди, которые сейчас делают покупки, и там сейчас никого, конечно, нет. В будущем, да, на следующих слайдах будете представлять, что там сидят люди, потому что я уже не стала рисовать все цепочки, там до последнего человечка нарисовала только самую первую линию. Вот, итак, давайте приступим. Наш лидер зарегистрировался в компанию Reflame, сделал личных 40 баллов, и пригласил еще целых 4 человечка, из которых один даже включился в работу, да, и еще поприглашал людей. И вот таким образом создался товарооборот общий, да, на 124 балла. То есть в этом каталоге наш консультант, наш лидер не вышел ни на какой уровень, да, но у него уже есть команда какая-то маленькая, да, которая пошла за ним и начала уже включаться в работу. Пока что товарооборот 124 балла, да, групповых. Прошло время, и у нашего лидера уже появилась такая более-менее работающая команда. У него 4 ветки, но скажите, сколько из этих 4 веток работает? По-настоящему работающих людей, ну, веток, групп. Две, правильно. Вот, то есть, видите, начал даже наш лидер ромашечку строить. Никто ему не объяснил, да, была такая возможность, и он начал строить ромашечку, целых 4-х человек под себя зарегистрировал. И вот вы посмотрите, из этих 4-х человек включились в работу у нас только двое, да. Причем у одного человека в структуре 70 баллов, то есть там какие-то тоже люди вот в домике уже есть на 70 баллов заказывали. И еще у одного консультанта целых 182 баллов в группе сделано, да. То есть там еще больше людей, каждый себе что-то заказал, получилось 182 балла. Вот, ну и наш лидер сделал личных 150 баллов, да, даже больше, 151 балл, и получает зарплату, да. И вот я предлагаю вам сейчас посчитать ее зарплату. Сколько она получила в этом каталоге. Она получила 3% с личных баллов, да. Она получила 3% с той веточки, где было 182 балла. И она получила 3% с той веточки, где было 70 баллов. Почему она получила 3% со всех веточек? Потому что веточки еще на нули процентов, видите. Вот, давайте посчитаем, сколько она тут получила. Я даже тоже возьму калькулятор. 1 балл считаем за 10 тысяч. Он там на самом деле 8900 там с чем-то, ну, уже округлим до 10, хорошо. Потому что, ну, оно все равно варьируется. Если заказывать, например, парфюмерию, да, это будет одна стоимость балла. Если заказывать сумочки, да, аксессуары, то это будет другая стоимость балла. Так, она сделала заказ на 151 балл. Это на 1,5 миллиона получается, да. Да, вот, на 1,5 миллиона. И она получает 3% от этой суммы. Со своего заказа она получает 45300 белорусских рублей. С веточки, в которой 182 балла. Как она получает эти деньги? То это точно так же. Мы считаем, что 182 балла мы умножаем на 10 тысяч. И получаем товарооборот 1 миллион 820 белорусских рублей в этой веточке. И просто тоже считаем 3%. С веточки, где 182 балла, она получает 54600 рублей. А кто помнит, сколько она получила со своих личных баллов? Я себе не записала. Напишите мне, сколько она там со своих личных получила. Ну и с той веточки, где у нее 70 баллов, мы тоже считаем, сколько это было в деньгах. То есть мы 70 умножаем на 10000, тоже умножаем на 3%. Высчитываем 3%. И с последней веточки она получает 21000. И потом мы просто все это суммируем. 21000 с одной веточки, добавляем 45300 со второй веточки. И добавляем 54600 с еще одной веточкой. Правильно? У меня получился ее доход 120900. То есть наш лидер на самом маленьком... Да, Дина, видишь, и у меня так же получилось. Наш лидер на самом маленьком уровне, да, то есть она вышла на 3%, она сделала 150 баллов и она получила свой первый доход. С чем ее можно было поздравить? И она продолжила свой рост в компании Reflame. И что вот случилось, да? Посмотрите, я написала интересная ситуация. Вот тоже реальная ситуация, реальный отчет с сайта Reflame. Что у нее было? Кто мне скажет, кто сейчас увидел, в чем оригинальность этой ситуации, да? У нее групповых баллов 432, а личных баллов сделано 129. Видите, видите, как интересно. Она не получит зарплату. Правильно. Но она не получит зарплату на скольких процентах? Смотрите. Если бы она доделала эти 20 баллов до 150, чтобы получить зарплату, она бы вышла на 6%. Видите? Сейчас-то у нее групповых 432 балла. И ей не хватает до 6% как раз-таки 20 баллов. 18 баллов ей не хватает до 6%. И эти 18 баллов она бы могла доделать личными и зарплату получить. Она и так уже 129 сделала. То есть уже сколько там осталось до 150-ти, да? Она же не просто там 0 баллов сделала, но 129 уже оплатила. Сколько там уже оставалось? Ну, вот видите, спонсор у этого человека сработал плохо. Спонсор тоже был новичком. Не объяснил, не позвонил, не сказал, что дружочек, давай-ка, да? Но ничего страшного, да? То есть это маленькие уровни. Но что я хочу вот вам сейчас донести, да? Что сейчас, когда мы с вами просматриваем информационные листки, когда мы вот видим такую ситуацию, позвоните своему партнеру, да? Партнер не знает, вот 100% он не знает, он не считает, он еще не умеет, он еще вот только-только разбирается, а вы его спонсор, да? Проспонсируйте информационно, расскажите, что не хватает 18 баллов до следующего уровня. То есть берите свою группу, берите свою организацию уже в свои руки и будьте ответственными спонсорами, да? Это очень важно. Иначе вот такие вот ситуации будут случаться, да? А потом будете вспоминать и думать, какой же я был глупый спонсор, да? Вот никто меня не научил. Вот поэтому я вас учу, да? Просматривайте информационные листки, несколько раз за каталог каждую неделю и смотрите, в каком состоянии вообще находится ваша команда. Не пускайте на самотек ничего. Так, здесь мы считать ничего не будем. Принцип просчета, да, и так уже понятен. Просто просмотрим, как наш лидер развивался дальше, да? Опять же, вот мы видим, когда она вышла на 6%, у нее также было две работающие ветки, да? То есть те веточки, которые у нее были зарегистрированы, они вот так и остались, да? То есть куда пошел рост, те ветки и пошли развиваться. Те лидеры, которые были пропущены, да, те консультанты, да, вот они, не видя под собой роста, не видя под собой новых людей, не видя под собой товарооборота, в конечном итоге слились потом и терминировались. Вот, поэтому это вот как раз-таки за счет того, что почему мы строим цепочку и почему мы строим глубину. Для того, чтобы поддерживать наших партнеров, для того, чтобы показывать им быстрый рост и для того, чтобы помогать им расти. Так, сейчас мы дойдем еще до одной интересной ситуации. Вот, опять же, смотрите, наш лидер уже вырос на 9%, да? У нее в одной веточке 536 баллов, во второй веточке 751 балл, две веточки на 6%. У нее идеальная, можно сказать, ситуация, потому что веточки развиваются равномерно. Она бы получила по 3% с товарооборота каждой из них, да? Но, опять же, такая ситуация, причем она на 9%, да? Но у нее нету 150 баллов, да? Причем, что самое интересное, у нее есть 135, понимаете? 135 есть, и оставалось еще 15 доделать совсем-совсем чуть-чуть, чтобы получить зарплату с 9%. Знаете, мы сейчас и посчитаем с вами вместе, да? Сколько бы она могла получить на 9%? То есть на 3, на 6, это такие еще маленькие зарплаты в районе 200 тысяч, да? А какая бы у нее была зарплата на 9? Давайте мы посчитаем. Она бы получила, если бы сделала 150, да? Она бы получила 9% со 150. Вот я тоже буду считать, и вы мне будете в чате записывать хорошо, потому что иначе я забываю. Значит, 150 баллов, если бы она сделала, умножаем на 10 тысяч, умножаем, она получает 9%, потому что она вышла на 9%, да? Умножаем на 9, делим на 100. С личного товара оборота она бы получила 135 тысяч. Запишите мне сюда в чат, что с личного товара оборота она получает 135 тысяч. С веточки, с первой, там, где 536 баллов, да? Она получает разницу. Сколько процентов она получит с первой веточки? Кто понял? Кто понял? Да, она получит 3%. Тоже сейчас посчитаем. 536 умножим на 10 тысяч. Товарооборот в этой веточке 5 миллионов 360 тысяч. Так, она получит с этого товарооборота 3%. Дина уже посчитала, да? 160 тысяч 800 она получает с первой веточки. Во второй веточке еще больше баллов, да? 751. И она точно так же на 6% эта веточка, значит, разница это 3. Тоже мы 751. О, Дина уже посчитала. Со второй веточки она получает 225 тысяч 300. И остается самая малость, да? Остается сложить сумму выплат за свой личный заказ, сумму выплат за одну веточку и сумму выплат за вторую веточку. Ну, сейчас уже Дина у нас сложит все, и мы посмотрим, какой зарплаты на 9% лишилась наша лидер, да? Это была реальная ситуация, это вот отчеты с нашего кабинета. Вот, посмотрите, 521 тысяча 100. Я вам открою секрет, это было больше двух лет назад, и 521 тысяча это было не то, как сейчас, да? То есть там можно было даже вот, ну, приятно, да, вот такую сумму ощутить на своем, в своем кабинете, да, вот на нее полюбоваться. Вот, ну, сделанного не вернешь, да? Поэтому еще раз советую вам, обращайте внимание на свои информационные листы, чтобы у ваших партнеров не возникали вот такие потерянные деньги, да? Тем более всего лишь 15 баллов оставалось доделать. Значит, потом наш партнер, наш лидер продолжал расти, она вышла на 12%. На 12% у нее тоже был очень хороший отрыв, и у нее тоже была идеальная ситуация с веточками, да? То есть веточки шли, развивались вот практически одинаково, да? В одной 700 баллов, в другой 900 баллов. Будем считать, сколько зарплата у лидера Reflame на 12%? Будем считать? Или вы уже потом сами посчитаете, когда будет надо? Главное, чтобы вы поняли принцип счета, да? Или кому-то интересно узнать зарплату на 12%? Сами посчитают. Хорошо. Главное принцип понять, и уже тогда посчитать зарплату мы сможем всегда, да? Без проблем. На 15% у нее тоже была ситуация очень хорошая, две веточки точно так же развиваются равномерно, то есть две 9% веточки, лидер дорос до 15, да? После некоторого времени 18%, да? Здесь уже мы видим небольшой перекос. Вот что я имею в виду в перекосе, когда одна веточка идет развиваться быстрее, чем развивается вторая веточка. В такой ситуации денег получится чуть меньше, чем если бы веточки шли одинаково. Потому что с одной ветки будет чуть побольше, а с другой ветки будет намного поменьше, да? Вот, то есть здесь уже вот небольшой перекос, поэтому когда растете вы, следите обязательно, чтобы те веточки, которые вы развиваете, в них было примерно одинаковое количество баллов. Потому что даже если вот вы потом возьмете и посчитаете, да? Ну, лидер и лидер. Если лидер захочется, сам себя признает. Так, следующий слайд. Ура, лидер вышел на 22%, да? И опять же мы видим небольшой перекос в веточках, и на уровне 22% я вам вот сейчас открою тайну, чувствуется вот этот перекосик уже вот немножечко ощутимый, потому что эти деньги уже идут в банк. И хотелось бы, конечно, чтобы в банк шло... Ладно, ребята. Вот, чтобы в банк шло побольше, да? Вот, и здесь мы также видим разницу в веточках. Одна веточка вышла на 18%, а вторая на 15%. То есть старайтесь еще тогда, когда вы сами где-то на 15%, да, где вы сами на 12%, уже тогда очень внимательно следите за тем, как у вас идут регистрации, в какую веточку, в какой ветке по баллам хуже, в какой ветке по баллам лучше. То есть та, которая отстает, немножечко ее подтягивайте, подкидывайте туда больше регистрации, либо работайте больше с ключевыми, кто, возможно, плохо сопровождает своих новичков, плохо доносит какую-то информацию, может быть, еще сами не научились ваши ключевые, да? Вот, помогайте им. Потому что впоследствии, да, когда вот такая разница, ну, теряется миллиона-полтора, да, то есть в банк доходит там не 6 миллионов, а 4,5 миллиона. Вот скажите мне, приятно было, да, точнее, ну, как, конечно, неприятно, то есть ощутимая ли разница, да, то есть получить в банк 6 миллионов или получить в банк 4,5 миллиона. Поэтому вот с самого начала, да, 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 разница уже чувствуется, на больших процентах разница уже чувствуется, вот сразу вам скажу. Поэтому пока вы еще не выросли до больших процентов, начинайте с самого начала следить за тем, чтобы ваши веточки шли.